Ну вот мы уже и в аэропорту замотали наш один грудчо. Вот мы с Кузькой в Японии. Япония нас встречает не очень дружелюбно. С аэропорта мы сели на нашу электричку, как это метро. Вот и мы проехали всего пару остановок и так самый водитель метро объявляет, что простите, извините товарищи, но кто-то бросился под поезд и мы меняем свой маршрут, мы не поедем дальше, потому что там идет уборка, полиция, собаки и все остальное. Япония, как всегда, суицидников тут в метро, как говно за банией. Сейчас пока не знаем, что делать дальше. Мы совсем забыли, что такое токийское метро. Ну что, товарищи, вот мы в Японии, у меня вид помятый, у меня вид уставший. Сходила сейчас в Family Mart, взяла себе йогурт, взяла себе анигирьку. Вот, остановились мы вот в этом отеле. Прессо ин. Прессо ин. И сейчас пойдем, я вам покажу наши шикарные апартаменты, в которых мы остановились. Вот это гостиница. Как по ресепшн снимать я сильно не буду. Думаю, что это не слишком уместно. Я просто позабыла немножечко правилам. В Японии можно снимать, не можно. Главное, я покажу нашу шикарную квартиру. Там столовая. Вот утром мы ходили, но я не снимала. Завтра покажу. Мы брали номер с завтраком. Вот, собственно, лифт. Мы на двенадцатом этаже. Вот я в таком костюмчике. Сейчас идет уборка. Так, уборка у нас двенадцать двенадцать. И тададам! Я не знаю, это самый маленький, самый малюсенький номер, в котором мне доводилось останавливаться. В общем так, при входе выключатель. Сюда сразу вставляется карточка для электричества. Вот, чтобы вы понимали. Всю глубину глубин. Это стою я, это дверь. И вот с двух сторон. В общем, вот такая вот история. Соответственно, это все. Это весь номер. Я прошу прощения. Уже мы немножечко здесь со вчера обжились, но просто вещи некуда складывать. Два чемодана наши мы даже открываем с трудом. Вот большое зеркало при входе. У меня тут йогурт с анигирькой. Значит, вот телевизор. Вот такой малюсенький столик. В общем, разместилась я. Я не знаю, куда Кузя будет работать, как мы будем делить стол. Но, в общем, непонятно. Тоже здесь немножечко покажу. Вот такой малюсенький шкафчик в виде пенальчика. Вот здесь регулируется свет. Ну, это как везде, как говорится. Вот сейчас сниму кроссы. Открою окно. Покажу, что там. Какой вид из окна. Вот вид из окна. Вид из окна. Вид из окна на кладбище. Эта история часто повторяется в Японии. Очень солнышко печет, поэтому я закрою. Так вот, сделаем. Так, и сейчас покажу ванную. Тут можно убиться, реально. Некуда ступить. Короче говоря, ванная для гномов. Я, конечно, понимаю, что это бизнес-отель, но реально. Место просто катастрофически маленькое. Вот, чтобы вы понимали. Моя рука. И вот это вот раковина. Ванная. Ну, тут в сидячем положении с трудом. Ну, для Японии, как бы, сидячая ванная. Это не новость. Вот. Что было? Этот самый хороший шампунь, кондиционер. И для тела в этой самой моющей, как это, моющее средство. Вот. Для рук такая вот в виде пенки, зубные щетки. Как, ну, все как положено. Вот. Ну, как же, безумного унитаза никуда. Тут целая панель с инструкцией, как все, куда подключить и куда струю направить. Вот. Что еще на ресепшене нам дали. Короче, там, вернее, не дают. А ты сам подходишь и берешь, что тебе и сколько надо. Вот. Расчески, бритвы, шапочки, ушные палочки. Вот. Зеленый чай берешь. Сахар берешь. Кримий паудр, это как сливки сухие. Вот. И на ресепшене при регистрации еще дают вот такой вот вкусный кофеечек японский. Вот такие дела, ребята. Очень маленький номер. Где-то неделю, около недели нам здесь надо пожить. Пока мы не снимем, не найдем квартиру какую-нибудь. Вот. Хотим что-то очень дешевое, потому что денюжков нету. Катастрофически. Положение плачевное. Это, естественно, гостиницу оплачивает компания мужа. Мы не платим. Поэтому еще мы в неплохом районе остановились, хочу сказать, недалеко от его работы. Вот. Сами мы бы вряд ли в этом районе выбирали себе жилье. Я имею в виду гостиницу, потому что тут очень дорого. Ну, такие дела. Мы, короче говоря, пришли в прачечную в этом же отеле. Вот. Да, и, в общем, иностранец тут ни хрена не поймет, как постирать одежду. Так как мы здесь на неделю застряли. Вот. Это вот такая стирка. Причем довольно дорогая. Вот, смотрите. 3 килограмма 500 йен. 3 кг, да, вы вели? Это сушка и... Стирка и сушка сразу. Это только... Стирка? 8? Это только сушка. Да. Ты у себя там в номере в ванной пополоскал и пришел сушить сюда. Такой вариант. Вот. Сейчас мы запускаем машину. Прополоскаем ее внутри. Минуточку. И закинем наши шмачки. Я сразу увидела. Здесь на стене дальше висит инструкция на английском. Короче, в принципе, при желании разобраться можно. Ну, как-то... Ой, зайчик. Снимаю процесс. Ну, тянись. Хочет 500 йен. Два часа. Два часа. Два часа. Тауэр. Да? Два. Скажу еще одну штуку в гостинице в Японии. Нам нужно было погладить вещи. И для этого нужно на ресепшене просить утюг и, в общем, всякие принадлежности. И, в общем, показываю, что дают на ресепшене, чтобы погладиться. Вот это вот маленькая доска, вот так вот манюхонькая, вот такой вот утюжок, мини-утюжок на подставочке. Туда воду наливаешь. Вот. Вот это вот в розетку, а отсюда он как-то заряжается. В общем, я таких не видела у нас. И в таких условиях, на карачках, вот у нас такие маленькие ножки такие, вот эти доски, в таких условиях, на карачках ты ползаешь и гладишь там свою одежду. Ну, короче говоря, может, туристу будет и весело. А если так пожить в Японии, то можно и повеситься. Мы пришли в столовую сегодня. Покажу, чем кормят в японских столовых. Сосиска. Берешь такой поднос. И тарелочки маленькие. И идешь, собираешь. Оден. Мясо. Булочки. Джем. Здесь соки. Здесь вода. Кофе. Здесь в кастрюлях мисо суп. Здесь рис. Что говоря, завтрак в Японии и завтрак в Дубая категорически отличаются друг от друга. Да, Зайский? В общем, выглядит все это вот так. Почти за неделю меню вообще не изменилось. Менялась только вот эта вот рыба. Это либо скумбрия, либо красная рыба. Вот. То есть сегодня какой-то другой салат. Вместо салата с картошкой. Вот. Такие дела. Так все. Ну и тоже вообще никто ничего не меняет. Кусай, Зайский, кусай. Взяла себе еще маленькие два панкейка. Они уже такие засушенные. Капец. Видно, там уже давно лежат. И Зайского кофеечек. Что самое интересное, у них нет кофе-лате. Вот. Обычный кофе. И он очень-очень крепкий. Я туда накидала сливок. Вот. Сахар. Сейчас буду пробовать пить. Все интересная штука в том, что... Видите, ты поел, и тебе нужно сложить твои тарелки на поднос и самому за собой убрать. Короче говоря, ты как будто бы в Макдональдсе, но отвалил за этот Макдональдс кучу денег. Вот. Уже по этому поводу нервничать, и, друзья, я не буду убирать. Я платила им деньги, пусть они сами убирают. Ну, а я как послушная собираю наши тарелки и иду, отношу. Вот так вот. Давайте я делаю это просто. Все, ты пьешь? Да. Да. Дай, 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 дайте taking копей. Субтитры сделал DimaTorzok